Пацаны, привет! Это очень интересно, это замечательно, это великолепно! Ввожу в курс дел! Ко мне обратился парень с надеждой, что я смогу аргументировать произошедшую с ним ситуацию на одном из турниров в Украине. Да, Украина, ебать, ты шо нахуй? Короче, парень учится в колледже, и у него в колледже проходил турнир. Они дошли до финала, и в финале играли против организатора турнира и против его команды. И после проигрыша, ребята, организаторы пишут письменную жалобу на то, что их противники играли с читами. Парень расписал, что они там даже какую-то комиссию собрали, я не знаю, это какой-то мега-киберспортивный колледж, я в шоке. Комиссия сказала, рассмотрев некоторые моменты, я не знаю, честно, я до сих пор не понял, как они обращали внимание на эти моменты, да, что у них был софт, у него и еще одного парня. Игра была на FaceIt с включенным FaceIt античитом. В общем, пацанам предоставили тайм-коды, они вот распечатали, я не знаю, ну я, короче, скрины приложениях распечатали, это просто, я не знаю, сильно. И дисквалифицировали без права участия в последующих турнирах. Но, благо, можно подать апелляцию либо в видеоформате, либо в письменном, и, возможно, да, это видео поможет парням, и потому что это очень любопытно, я в шоке с того, что происходило. Поехали. И давайте, прежде чем начать, откроем что-то на JustCase, потому что тут много, короче, много крутых кейсов, это понятное дело. Поэтому сейчас откроем, и эту штуку мы, как бы, разыграем. Поэтому давайте открываем и смотрим, что падает. Вот так вот, быстренько. Я не ожидал, я этого не ожидал, я в шокере. Великолепно. Еще и наклейка, лол, замечательно. Ссылка с бонусами в описании, потому что именно по ней там бонусы к пополнению будут. Поехали. А, оверпасс, нихуя себе, я к такому не был готов, слышите, что за подстава. Турбо Паскаль, это по ходу программисты играли. Ну, сразу видно первый курс. Я ж программист, блядь, по образованию. Короче, почему-то у каждого из игроков выделили именно 4 момента в одном невыявленном порушении, невы... Не обнаружено нарушений, сука. А в трех моментах обнаружено. И вот давайте мы сейчас все моменты эти посмотрим. Сначала смотрим за Джакани. Че у нас Джакани? Вот он, Джакани, отлично. Еще и ник его неправильно написали, господи. Ну, обычный дефолт. Ничего здесь нет необычного. Ну, как бы, как бы все. Минус 2. Хорошо. Все, что здесь такого? Сразу так, инфа прошла про еще одного типа. Элементарно его забирает. Ну, в принципе, да, здесь порушений и не выявлено. Не выявлено. Украинскую, я буду вам балакать, этому еще как бы Z, да, прогрессирует уже у всех. Так, давайте еще раз. Замедленно я хочу посмотреть здесь один момент, потому что как-то слишком сильно дернулся он. Не, ну это определенно не выявлено, да? Все, короче, чувак улетел. Идем дальше. Идем к моменту, на котором обнаружено нарушение. Это 6.49 в демке. Перематываем. Тиммейты его вышли в первую очередь, поэтому я бы знал, что здесь никого не будет. Ну, я, наверное, понял, какой момент имеется в виду. А, нет, а, а, не, да, я понял. Смотрите, ничего здесь необычного нет. Ослеп. Вот это да. Вот это действительно как бы да. Вот где выявлено порушили. Вы согласны с тем, что это читы? Сука, пожалуйста, проголосуйте, не дай бог, нахуй. Мат здесь есть, потому что я очень сильно возмущен. Уже сильно возмущен, и без этого, знаете, никуда. Справедливость должна восторжествовать. 6.49. Тут поставлен... Там был выстрел, пока наш тип Джакани был в бланде. И, пожалуйста, обратите внимание на то место, куда все-таки был отправлен патрон, блядь. Ну, пуля, вы поняли. Посмотрите на это. Медленно. Она выстрелила в пол. Я понимаю, что тип наводился через стену. Это просто случайность. К тому же после взрыва флешки он выстрелил. И выстрелил совершенно не туда, где находился противник. Ладно, если бы... Ой, сука. Ой, бляха, муха. Не, не, я понимаю, что люди с читами могут политься самыми тупорылыми способами, да. Но если бы в этом моменте здесь пуля полетела четко на противника, к примеру, точно в голову, да, то можно было бы подумать, что здесь есть читы. Можно было бы так предположить. Но не утверждать, блядь, что это читы. Просто, я не знаю, дошли до финала. Выиграли. Называется Организатора. Круто. Вот выстрелил вообще мимо. Не может забрать противника, все-таки его забирает. Вообще здесь все максимально чисто. Вообще здесь все максимально чисто. Язык прикусил, блядь. Понимаете, еще распечатку, блядь, принесли. Распечатку принесли, распечатали и принесли, блядь. Красным выделили. Читы нашли. О, 13-13. Так, и что? Что на 13-13? Может, я чего-то не заметил? Ага, вот, вот этот момент. Вот этот момент, когда противник отобразился на радаре, да? На него почему-то навелись. А, вот еще, смотрите, навелись. А тут больше на самом метров. Здесь просто все читы мира, блядь. 13-13, да? Здесь, к сожалению, ничего нет. Разработчики, организаторы, вы немного ошиблись. Обратите внимание, пожалуйста, на то, что он чекает. Он чекает этот угол. Думаю, что очевидный момент. Просто очевиднейший. Да, он просто смотрит туда. Но даже если он и навелся на этого противника, то он был отображен на радаре. И он знал, где он находится. И здесь, к сожалению для вас, организатор, ничего читерского нет. Ну, кстати, он на него даже не навелся. Он просто смотрел его в сторону. И там где-то пару, один раз по нему прицелом провел. Ну, просто люди, ну, наверное, да, не понимают. Они не могут логически мыслить. Они не могут предположить, почему происходят такие моменты. Возможно ли такие моменты в игре. Главный вопрос ролика, на который нам нужно ответить организаторы этого турнира. Либо алчные, либо тупые, либо молодцы. И обнаружили читеров. Если вам вдруг кажется, что все пиздец, да, невозможно такого совпадения, что он чекает угол, где за стеной еще находится противник. Если это невозможно, то пишите и можете, да, сказать, что я тупой. Что это все-таки читы. 100% читы. Вот. Идем дальше. Фу, и, блядь. Насмотрим в замедленном, замедленном на этот момент, на этот самый выстрел, который, скорее всего, и показался подозрительным людям. По нему открывает огонь. Он вообще не понимает, что происходит. Стреляет. Просто сделал выстрел, да? Наводится потом на противника и умирает. Я просто не понимаю, как можно было придраться к этому моменту. Вот этот призрачный выстрел, так сказать, да? Так его назовем. Он полетел вообще в рандомное место. Парень никуда не наводился, и все здесь нормально. Но они докопались до этого момента. Они смотрели за каждым игроком всю демку. И пытались найти что-то подозрительное. Скорее всего, так и было, потому что, да, ваг моменты обычно рассматривают. Если вот ты кого-то очень сильно жестко убил, и там, типа, прям не верят, что ты мог так убить. И вот этот момент можно было рассмотреть. Но он здесь никого не убил. Значит, типа, сидели тупо в тупую. Смотрели каждый момент за демки этого парня. Непонятно почему. Почему вообще непонятно абсолютно, почему они это делали. Здесь немного попахивает алчностью. И это плохо. Если организаторы, которые, скорее всего, посмотрят этот ролик, хотят воспротивиться моему мнению, вы можете написать мне это в личное сообщение. И мы с вами пообщаемся. И вы попробуйте переубедить меня в этом. Посмотрите, сколько человек посмотрели этот ролик. Посмотрите на количество лайков. Сколько согласных с моим мнением. И это не просто мое мнение, а это факты, которые я привожу на лицо. О, господи. 2000 гривен. Проиграли. Господи, блядь. Все четыре момента, которым докопались типы, мы посмотрели. Идем к следующему парню. Вдруг да здесь все-таки. Потому что хотя бы один момент, который невозможно объяснить. Появится? Если он появится. Значит, все по фактам. Пацаны молодцы. Правильно дисквалифицировали. Но пока я в этом сильно сомневаюсь. Так, 8 секунд до самого подозрительного момента в мире. 5. Я надеюсь, они не про этот распрыг. Так. Ага. Ну, походу, момент прошел. Либо это был распрыг в два прыжка, которые не получились. Либо наводка на бочке. Опять-таки, после того, как прошла информация, по бочкам. Потому что первый выходил именно от Джакани, из-за которого мы уже смотрели. Он спалил противника. И Владер по инфе сразу навелся туда. Но здесь нарушение все-таки не выявлено. Все-таки вот, все-таки нет здесь нарушения. Фух. Блин. Все-таки инфа была. Точно, сука. Не выявил он. Красным подчеркивать не будем. Дальше смотрим. Здесь обнаружено нарушение. Посмотрим. Так. Две секунды до нарушения. Давайте. Угу. Пацана обвинили в нарушении. Ты вот этот ваншот. Сука, как же у меня горит, блядь. Давайте смотреть в замедлении. Навелся идеально на человека. Сразу объясню для тех ребят, которые думают, что сначала прицел был там, потом резко после выстрела перевелся на противника. Так отображаются абсолютно любые флики в демках. Это нормально. Посмотрите, открутят свою любую демку и вы там увидите то же самое. Это не что ты. Такое отображение информации, к сожалению, не самое лучшее, но он навелся идеально на голову. Идеально выстрелил. Элементарный фраг. Жесткий, красивый фраг. Все, блядь. Я очень рад, что есть еще два момента любопытных. 44-29. Его слепили, отошел. Так, 29-я секунда. Уже как бы должно произойти что-то. Невозможно так с дегла стрелять. Блядь, ну чувак, ну согласись, ну Влада, ну так невозможно играть. Так нельзя играть. Никто так не может играть. Блядь, это читы. Я не верю. Я просто не верю. Ну реально. Ну как это так? В замедленном, давайте, может быть, что-то все-таки произошло здесь, да? Так. Слайд-шоу, конечно, такое нормально. Не попадает. Наверное, наверное, я просто не нажал на кнопку, которая активирует чит, к сожалению. Так, еще раз не попадает, хотя должен был попадать. Так, здесь навелся на голову, нормально. Так, тоже на голову навелся. Дальше, что там? А дальше он никого не убил. То есть он два раза навелся на голову и два раза попал в голову на такой близкой дистанции. Оказывается, так было, да? Парень сказал, что типы в замедленном показывали моменты и говорили, что тут есть читы. Мне интересно, как они это доказывали. Чем они аргументировали свои слова? Просто тем, что он убил? Типа, так нельзя убить, да? Так нельзя, наверное, убивать? Хорошо, буду в курсе. Значит, все люди на планете, особенно ютуберы, особенно ютуберы, да, которые ставят жесткие, там, какие-то шары, вот это вот мрази сразу говорят о мрази. Честно. Это читы, как бы, даже не обсуждается. Я сейчас это сказал, и у меня мысль пробежала, что организаторы могут принять мои слова всерьез. Я шучу, если что. Бумажки, сука, печатает свои он! Печатает бумажки, красный выделяет на бумажках! Выявлено порушение! О, боже мой! Отбрасывает флешки, которые никого не слепят. Так. Пока что... Увидел. При том, что его было видно, переводится на голову и выбивает. Вот, вот как это происходит. Вот за что людей могут обвинять в читерстве, да. И вопрос, я хочу повторить свой вопрос. Организаторы тупые, вот, типа, на самом деле, на полном серьезе думают, что здесь есть читы. Они тупые, как вы думаете, или алчные, жадные, хотят деньги себе забрать? Как, вот, потому что третий пункт отпадает из-за того, что, ну, здесь нет читов. Мы понимаем, мы их разоблачили, так сказать. Поэтому решайте сами. Они либо тупые, либо алчные. Голосуйте здесь. Я не знаю, что на самом деле хуже из этого, потому что... Ну, тупость. Книжку прочитал одну-вторую, ты уже не такой тупой. А вот алчные, это вот грех уже, знаете. Это уже мразовство. Если ты просто сам по себе жадный человек, да, то и всем на тебя похер, то похер. Но если ты реализуешь свою алчность такими вот методами, то это не круто. Разбор полетов, сука, окончен. Кстати, чтобы было немного больше конкретики, вот так вот называется турнир в городе Хмелицкий. И в политехническом колледже это происходило, поэтому вот вы знаете, где это происходило. Вроде такую мелочь сделали, на которую никто даже внимания не обратит. А вот внимание на это обратили. И знаете, парень попросил помощи, потому что в качестве операции можно подать какую-то письменную там жалобу, какое-то заявление составить или приложить видеоматериал. Я сомневаюсь, что этот видеоматериал вообще примет кто-то, да, или парень вообще захочет его отнести, потому что здесь есть и мат, и насмешки, и тотальное разоблачение. Но рано или поздно этот ролик люди заметят, да, возможно, людям станет стыдно. Они в любом случае его увидят. Это хорошо. И вот, возможно, что-то произойдет. И вы это увидели. И знаете, я считаю, что свою цель, свою долю помощи этому парню я все-таки предоставлю. И здесь я выступал даже не в роли защитника самого парня, а я выступал противником подобных ситуаций. Либо глупости. Опять-таки, есть вероятность, что люди тупые. Действительно, есть такая вероятность, что они думают, что это читы на полном серьезе. Но вы же понимаете, вокруг чего все на самом деле крутится. Поэтому, ребята, не будьте алчными, жадными такими вот людьми, как... Возможно, да, являются организаторы. Организаторы турнира, они еще участвуют в турнире. Как это так? Короче, блядь, ведите себя достоин. Будьте честными, нормальными людьми. Не играйте с читами, потому что это тоже, знаете... Здесь я сейчас в это вписывается и честность. Вот здесь читов не было. Пацаны, молодцы. Красавцы. Тупо респект. Становитесь лучше. Подписочка, если ролик зашел, обязательно. Лайк там, как полагается. Обязательно прожмите лайк под этот видос. А с вами был GetLight. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok